Всем привет, с вами Алиска на Беллапе. Работаем с картами, если мы уже прогноз погоды на ближайшие дни и делаем ее катаклизмы. Начинаем мы с Европы и видим, что Западная Европа оправляется от последствий снежного шторма. Здесь все холмы у нас в белом снеге. Минус 2 было сегодня утром, то есть довольно-таки холодное утро было. И вчера вечер тоже, ну и день был тоже такой холодный. Но уже новая порция тепла идет. Смотрите, вот здесь от Мадрида уже плюс 20, Хихон здесь плюс 20. Все это идет сюда в сторону Англии. В самой Англии сейчас, в Великобритании, непогода, в основном дождик. А в Западной Европе здесь пока что вот такое вот прояснение мы сейчас наблюдаем, потому что здесь встали антициклоны. Да, здесь хорошо видно. Ну а непогода ушла сейчас в Центральной Европе, довольно-таки холодно. В Варшава, Краков, Белград уже ощущается. София всего плюс 4 градуса. В Афинах плюс 14 в Стамбуле плюс 7. Видно, что сильная непогода. В Турции сейчас происходит. Ну и южнее, на Ближнем Востоке вроде бы как уже непогоды нет. Это уже только вот здесь вот Иран, сильные грозы и восточные. Ну а самая сейчас непогода, это, конечно, Украина. Мы сейчас наблюдаем это между Кривым Рогом. Вот сейчас как раз-то доходит до Финцкого залива. Ну и даже чуть севернее вот сюда, в Финляндию, заходит. Вот такой вот полосой, где такая очень жесткая непогода. С восточной стороны температура относительно хорошая. Где-то в районе плюс 10, даже выше. А вот с западной стороны от этого фронта здесь видим плюс 2, плюс 3. Вот в Риге плюс 4 градуса. То есть еще и довольно-таки холодно. И вся эта система сдвигается потихонечку в сторону Урала. Ну давайте посмотрим, как распределяется сейчас температура. Видно, что здесь Испания, Южная Франция уже наслаждаются теплом. В Ирландии, кстати, тоже неплохо. А вот Центральная Европа и Восточная Европа. И видно вот этот прям такой полоса мороза. Практически мороза. Вот как раз там еще и ветер сильный. Ну давайте почитаем, что пишет сейчас. Вот где-то час назад писал Влад Дзюба из Запорожской области. Сильный штормовой юго-восточный ветер. Начался небольшой дождь. Но это пока что идут предвестники. Вот Центр Антициклона. И поэтому здесь еще юго-восточный дождь. А вот если брать западнее Киева и севернее Киева, то здесь вот видно, что в Минске минус 2 градуса. Как вам такое? То есть в Минск практически вернулась зима. Ну давайте посмотрим. Вот Великие Луки там были. Вот что пишет Александр Кузьмин из Великих Лук. Великие Луки минус 1 снегопад. Снежный покров сошел уже полностью. И вот всего лишь за 40 минут намело новую порцию. Да, вчера как раз были отчеты о том, что и Москва очистилась от снежного покрова и другие города примерно на той же самой широте. Вот Роман Знаменский пишет из Волгограда, что март идет на рекорд, судя по прогнозам, так как уже поставлено 4 суточных рекорда тепла. Ну и если взять вот эту полосу, которая направлена в сторону Урала, то на Урале в Екатеринбурге был побит абсолютно рекорд марта. И воздух прогрелся до плюс 18.1. Это вчера было. А предыдущий рекорд плюс 17.3 был установлен в марте 51 года. Ну видно, что холодный период в 50-е годы. Да, да, вспоминаем там фильм «Холодное лето 53-го года». Вот вам вынос тепла ранней весной тоже был. Так что не все так однозначно. Ну давайте посмотрим, куда направлена сейчас вот эта полоса тепла. Видно, что источник ее это Туркменистан и Узбекистан, Южный Казахстан, а отсюда вот идет вот таким вот мощным потоком уже минуя Екатеринбург сегодня, чуть в восточном Челябинске еще греется, Тюмень и идет это все в сторону Сургута. Почему? Потому что здесь находится сейчас циклон. Давайте почитаем, что пишет Галина Белинская. Она проживает в Циктывкаре, то есть там сейчас ноль. За сутки выпало 9 сантиметров снега. Сейчас минус 1 градус, а к ночи обещают аж минус 18 градусов. Представляете, а что удивительно? Вот смотрите, в Уркута сейчас даже днем минус 17 градусов. То есть видно, как от Таймыра здесь морозец распространяется потихонечку южнее. То есть хорошо видна эта система, что Таймыр играет большую роль, так же как играет Узбекистан и Туркменистан в распределении температур, которые мы сейчас с вами наблюдаем. Давайте почитаем комментарии. Вот Белл СЛВТМ пишет, в Казани 27 марта днем плюс 10, ночью плюс 1. Пасмурно сугробы 3 сантиметра. Ну, Активиан 2011 отмечает, что даунки быстро растаяли сугробы. Да, и все ждем, когда вы отрапортуетесь, что сугробов нет. Все, снег полностью растаял. Светослов Кувургузов Шар пишет, спасибо за сюжеты, благодарю вас. Марина Суботина ставит большой палец вверх и дарит клевер, листочек клевера. Спасибо большое, я правильно понял. Женя 86 пишет, спасибо, у нас в городе Сургут плюс 1, а завтра утром обещают ледяной дождь. Да, мы можем сейчас посмотреть, что будет. Так, Женя 86 пишет, Сергей Путин пишет, Смоленск в понедельник с утра дождик, сырый и пасмурно. После обеда распогодилось, выглянул солнце и стало тепло. Ну, тепло это обманчиво, потому что к вам сейчас идет из Беларуси холод. Так что готовьтесь. Виталий Шталюк пишет, спасибо, благодарю вас. Егор бежит из Ленинградской области. Очень интересная картина, первый раз такую вижу. А что будет, ну так и этой картины в прогнозах не было. Алик, спасибо за обзор, нам в Ленинградской области этот легкий морозец был нужен. Убогие дренажные системы еще советские. Уверен, осадки ночью будут мизерными, они нам не нужны, не заказывали. Наоборот, сушить и сдувать все нужно. Впитывать снега в этом году было нормально. Лишняя влага пусть Аральское море наполняет, его явно не хватает. Ну да, в Аральском море мы видим, что сейчас там жаричка вокруг, и судя по всему, там сейчас с осадком это проблема. Единственная надежда вот на осадки в горах, что эти реки будут сбрасывать воду, но опять же у этой воды очень много потребителей. Так, НС Любовь пишет, Алекс, здравствуй, центр Красноярского края, все спокойно, ни дождя, ни снега, ни ветра. О, прекрасно, прекрасно у вас погода. Так, Вера Фролов пишет, 27 марта в Киеве был теплый день. Под вечер с запада небо затянуло тяжелыми темными облаками, и утром 28 марта началось с дождя. Да, к вам подходит вот с запада вот эта вот система, такая она интересную форму имеет. Ладно, давай теперь посмотрим, что у нас с осадками в сибирском регионе. Да, вот с севернее Сургута мы видим, правильно здесь указывает на ледяной дождь, реально опасность есть. И распространяется это, давайте посмотрим на востоке, Добратска доходит на востоке, вот как раз проходит через Красноярский край, через лес Сибирск, северо-енесейские, вот такие ориентиры, Ноябрьск. Ну, давайте посмотрим, что у нас в Восточной Сибири. Вчера, вчера нам писал Матвей Кузнецов, что в Иркутске было плюс 12, и ясно. По дорогам текут реки, миролюбовые ручьи превратились в бурные мутные потоки. Вот такие вот дела, все резко тает, очень быстро происходит таяние снега. Так, ну а в Забайкале мы видим, что здесь еще и насыпает снег. Вот он не просто тает сильно, но здесь вот такие вот циклонические явления. Центр циклона сейчас находится над Олегминском. Ну, давайте почитаем еще, что пишет Алексей Покровский. Алекс, спасибо, у нас сегодня днем из Иркутска тоже. Плюс 8, солнечно, повсюду текут ручьи, завтра обещают тоже теплые погоды, но судя по карте, 1 апреля подморозит. Хотя ничего удивительного. Таймыр цепко держит зону холода, вот правильно, да, говорите. Так и такие забросы холода у нас бывали и раньше, даже 30 апреля бывало минус 30. Правда, держатся они недолго, день, два, не больше. Но иногда все-таки вызывает шок. Природа начинает расцветать, а тут раз и мороз подпакостит. Всем доброго весеннего настроения и здоровья. У нас, конечно, не такие морозы, но у нас начались цветения деревьев и минус 2, конечно, тоже ощутимо. Людмила Александрова пишет, благодарю, Алекс, за прогноз. Сегодня выдался теплый денек на юге Украины, плюс 13, плюс 14. Продолжаем садить фруктовые деревья, а завтра уже дождь и понижение температуры. Ну, имеется в виду сегодня. Всем здоровья, крепчайшего весеннего радостного настроения. У природы нет плохой погоды. О, спасибо вам большое. Очень хороший комментарий. Благодарим вас. Так, ну что, переходим теперь к разбору, что происходит в Якутии. В Якутии сейчас минус 1 градус. Ну, вот нам пишет пользователь интернета из Якутии. Было у них сегодня максимально плюс 4 градуса. Попали они в теплый сектор циклона. Ну, вот это вот, да, здесь южные ветры дуют. И ночью был снег, а потом вот прояснилось на завтра небольшой снег. И дневная температура будет плюс 1, плюс 3. А ночная минус 4, минус 6. Ну, вот видите, мы уже по климату в Европе сейчас недалеко находимся от климата Якутска. Так вот так вот март всех выравнивает. Март-апрель всех равняет. Ну, говорилось о том, что вот про этот циклон, да, который центр над Северной Чукоткой сейчас находится. Или Северо-Восточной Якутии. Северо-Восточной Якутии. И опускается вот сюда вот как раз к Хандаге. Да, Хандаге. Так, вот что пишет Сергей Гоголев, который проживает напротив Якутска, на другой стороне реки Лена. Он пишет следующее. Завтра, послезавтра температура днем будет до плюс 3 градусов. Сегодня в 23 часа термометр показывал минус 1 градус. Да, давайте посмотрим. Ну, сейчас вот, да, к вам уже холодок подбирается. Подбирается, подбирается. Вот отсюда опять же стай мыра потихонечку. Из-за потепления снег с крыши падал. У нас крыша из профлиста, поэтому каждую весну снег падает вниз. При том, что снег с крыши по весу был тяжелым, чем, тяжелее, чем снег на земле. Это чувствительно, когда снег поднимаешь лопатой. Но посмотреть погоду после четверга и пятницы возможно. Похолодание, наверное, вернется где-то до 10 апреля. Дневная температура будет падать до минус 10-15 градусов, а ночная до минус 30 градусов. Ну, да, все еще серьезно. Алик, смотри, погода до 10 апреля. Я верно угадал, что зимняя погода вернется или нет? Мы сможем посмотреть только до 2 апреля, потому что сейчас в Индии перешел на коммерческие рельсы. И долгосрочный прогноз теперь платный. Так, поэтому не смогу вам показать на 10 апреля. Но то, что возможно, то, конечно, покажем. Магадан минус 12, Охотск минус 8, морозы чуть севернее. Ну, и то не сильные 13, вот 18 градусов такие. То есть весна потихонечку и в Магаданской области приходит. Вот что сегодня пишет Сергей Гоголев. Еще сегодня, 28 марта, погода сходила с ума. С утра был ветер и шел мокрый снег. То облачно, то распогодится. А потом, начиная с 13.30, небо резко накрыло. Темные тучи и шел дождь. После осадки выпали в виде смеси. Постепенно пошел полноценный снег. И снег падал большими хлопьями. А потом перешел в состояние маленькой крупы. И вечером все успокоилось. Вот такие вот сейчас непогоды практически везде происходят. В северном полушарии. То есть реально погода нестабильна. Ладно, смотрим дальше. Анадарь минус 9 градусов. Билибина минус 21. Петропавловск-Камчатский минус 2. Южно-Соколинск минус 3. Николаевск минус 5. Комсомольск минус 2. Хабаровск плюс 3. Пхеньян плюс 4. Сеул плюс 6. Потихонечку сюда тепло и заходит. Вот со стороны Китая. На северо-восток прогревается. Пекин плюс 14. Ну, теперь ждать, чтобы Пекину новую волну Китаю. Точнее, что который придет вот сейчас вот с Урала. Дойдет до Китая. Посмотрим. В таклом Акане все стабильно. 17-20 градусов. Очень хорошая погода. Сейчас самое время туда ехать с туристическими целями. Так. А вот Южно-Китай все-таки прохладно. Смотрите. 14-15 градусов так и держатся. Хотя вот, казалось бы, Инда-Китай здесь сороковненький. Там где-то даже рекорды жары побиты. Ну, вот такой вот большой диссонанс наблюдается. Довольно жарко сейчас в Индии. Так. Давайте теперь посмотрим, что у нас в Австралии. Австралия потихонечку с юга охлаждается. Да. Видно южный ветер. Он холодный. В Австралии. Ну, здесь даже теплее получается на Тасмане, чем, допустим, на вот здесь вот в некоторых местах южного побережья. Так. А вот в Новой Зеландии здесь чуть не мороза накрыли. Уже здесь плюс 6 края счетча. Даниидин плюс 7. Связано с антициклоном, который здесь находится. Но оклинт еще держится плюс 17 градусов. Так. Давай теперь посмотрим Северную Америку. Что здесь у нас интересного. Фэрбэнкс минус 2. Анкоридж плюс 1. То есть весна тоже пожаловала на Аляску. Но на севере там еще где-то 14-18 градусов. Вот. Интересно. Здесь какая-то такая дыра тепловая. Смотрите. На северо-западе Канады. Вокруг минусы. А здесь плюсовая температура. Так что такое тоже может быть. Но вот западнее Гудзонного залива. Здесь довольно-таки холодно. Еще в районе минус 20, минус 25. Причем до самого юга Канады. И даже в США мы переходим. Видим, что здесь довольно-таки холодно. И минус 8. Даже в Нью-Мексико минус 5. На северо-западе Техаса морозы. Да. То есть довольно-таки холодно. Перепады. Температуры довольно-таки большие. В основном на юго-востоке здесь уже сейчас холод дошел. Практически вплотную к Мексиканскому заливу. Вот здесь юг Техаса только еще не охладился. Ну и вот зона, прилегающая к Мексиканскому заливу. Довольно прохладно даже в районе Великих озер. Смотрите, минусовые температуры. Вот. Нью-Йорке плюс 5. Вашингтон плюс 6 градусов. То есть совсем весной пока такое четко и не пахнет. Далее пойдемте теперь в Южную Америку. Что здесь у нас? На юге, смотрите, все заморозило. Здесь уже реальные морозы. 0, минус 1. Вот такие температуры. Ну, севернее здесь пока что еще все хорошо. И даже жарко. Даже кое-где жарко. Давайте теперь посмотрим, где какие у нас саклонические. Ну, на юге Чили здесь видно. Снег выпадает, да, кое-где дождь. В Бразилии традиционные грозы. Ну, вот, смотрите, Америка сегодня опять великие грозы, торнадо. И это уже рядом с Мексиканским заливом. То есть это Алабама, Миссисипи, вот эти южные штаты, Джорджия даже немножко. Вот, может быть, Техас западный. А в Калифорнии, смотрите, еще одна тележка приехала с водичкой к ним. У них мало там снега и воды выпало. Вот им еще подбросит в горах снега, а в долинах, соответственно, еще и дождя. То есть Калифорния в этом году как никогда просто сырая земля, да. Получается так. Так, в Африке, ну, здесь вроде бы как все спокойно. Циклоны здесь есть в Индийском океане, но они пока что никому не угрожают. Давайте посмотрим движение циклонов в Евразии. Ну, вот это так и будет над Финляндией. Это хвост его опускается сюда. Да, судя по всему, это его голова. Вот здесь вот, здесь хвост, а здесь еще один циклон. То есть такое соединение. Вот хвост от этого циклона идет через Ростовскую область, Краснодарский край. Черноморье в сторону Турции. То есть такая вот сложная система. Бинарная. Бинарная система. В Сибири здесь у нас циклон так вот будет арочный, да, как арка такая. Вот расположена здесь за Байкале еще циклончик. Ну и на Чукотку пришел с Камчатки циклон тоже. Ну и вот двигаются они все в сторону востока. Потихонечку вот так вот дрейфуют. Завтра вот непогода будет уже граница Беларусь. Как раз Смоленск. Смоленск, Ленинградская область, немножко Новогородская область. И второй хвост тут будет сюда идти уже Нижнее Поволжье. Кавказ. И опять же в Турции будет непогода. А над Центральным Средиземноморьем здесь стал антициклон. Здесь уже хорошая погода Сицилия. То есть можно уже ехать на Сицилию, если у кого-то есть желание. И там позагорать. Да, мы лучше в горах позагораем. В штатах Калифорнию. Калифорнию так и орошают. Немножко Ниваня даже перепадает. Но вот это вот, по крайней мере, вышли отсюда грозовые системы. Но завтра, судя по всему, будет по температуре довольно-таки прохладно. Да, вот здесь великих равнин опускается. Ну, видно, что только Флорида практически остается теплым штатом. А так везде. Ну, может быть, юг Техаса еще. Теперь посмотрим завтра, что у нас будет по температурам. Завтра будет хороший теплый день. Прогреться Испанию, Францию и Юго-Запад, и Западную Германию. Может быть, даже где-то порядка 15-18 градусов. А вот в Восточной Европе будет все прохладно. И могут быть там снега выпадать. Смотрите, Карпаты прорисовали с таким морозным. Со Средней Азии сюда вот вынос теплого воздуха к этому циклону. Так что Поволжье будет наслаждаться теплым воздухом. Также на Южном Урале будет более-менее хорошая погода. Если сравнивать с Северным Уралом, где будет довольно-таки холодно. На Южном Урале будет, ну как, плюсовые, но плюс 3 такие с ветром северо-восточным. Конечно, идеальной погодой это не назовешь. Но, по крайней мере, теплее, чем на Северном Урале. В Уфе плюс 8, а вот в Самаре плюс 12, в Казань плюс 7. Вот такие температуры. А вот этот отчак так и остается. Вот он, видно, около Аральского моря. Как раз в северной части его находится. Он разогревает и посылает тепло вот сюда, в сторону Южной Сибири. И завтра здесь будет уже хорошая погода наблюдаться в Северной Сейске. Вот плюс 4 градуса ожидают. Так, давай теперь посмотрим, что у нас ждет. Как раз просили нас из Якутии. Вот смотрим 2 апреля. Что там ждет? Интересно, здесь распространяется холод. Получается, из Восточной Якутии, как раз чуть восточнее самого Якутска, идет у самого Якутска минус 19. А самый холод идет чуть восточнее, в сторону Байкала, как раз в сторону Иркутска. Затем идет в сторону Саяны, даже Алтай. И идет, кстати, в сторону Токламакана. Смотрите, удивительная вещь. Замораживает, ожидается заморозка в восточной части Токламакана. Заморозка с северо-востока Китая, Монголия вся в зоне мороза. И соединяется это все с Тибетом. Вот такие вот интересные прогнозы мы можем сейчас увидеть. В Восточную Европу вынос тепла из Средней Азии. То есть здесь будет более-менее все хорошо. А в Центральную Европу опять обвал холода идет со Скандинавией. Но зато наконец-то прогреваются Штаты. Здесь по великим равнинам видно, что горячий воздух устремляется на север. Но Канада пока еще держит, так сказать, оборону. Давайте посмотрим сейчас качество воздуха. Где какое. Есть ли где-то такие серьезные пожары. На западе Канады что-то здесь какой-то очаг появился, которого не было. Это старый очаг, мы на него не будем обращать внимания. Ну и вовсю работает, дымит. Вот здесь Китай, Лаос, там вовсю что-то, какие-то товары производят. Ну а так в остальных местах более-менее все хорошо. Ну давайте глянем теперь еще, где сейчас вот может быть грозы сильные. Прежде всего Америка. Нас интересует здесь США, может быть Калифорния, там что-то есть. Нет, относительно все стабильно и спокойно. Грозы, все по всему, здесь Турции возможны. Ну кстати, вот здесь вот на Балканах, как теоретически тоже, но маловероятно. А вот видите, вот здесь вот, вот пошли вот здесь вот сейчас сверкания, да, на юге США у нас сильные грозы. Ну а на этом все, с вами был Алекс Канабир, Лабжи, отличного упражнения. Субтитры сделал DimaTorzok